Дорогие друзья, сегодня хочу познакомить вас с Катенькой. Катя согласилась сегодня попробовать эту коляску. Неровно сидишь? Хочется встать? Нажимаем кнопочку и поднимаем. Ну как тебе удобно, до нужного тебе уровня? Ну вот так удобно и это максимум. Теперь переходим в режим езды. Скорость такая, это самая слабенькая. Так ты же можешь ее поднять. Чудесным образом у нас пульт на левой стороне оказался. Катя тоже управляет левой рукой. Не, ну просто сейчас проедется туда-сюда. Может скорость поднять? Ну и какие первые ощущения? Не понятно? Очень интересно. Очень, да? Чувствуется что? Интересная управляемость? Ну, видите. Ну, мягко управляется. Мягко. И скорость довольно быстрая. Ну, 12 километров. Ну, главное, что она плавно едет, как бы не дергается. Ага. Как не потирается. Вот после дельты, да, вот сразу чувствуется, да? Крутая коляска. Не, ну давай поворачивайся ко мне, Катя. Вот так вот. Смотри. Теперь мы нажимаем вот эту кнопку. Ну, это спинка, ты уже знаешь. И вот эту кнопку. Это что? Вот теперь попробуй. Ну, я вверх, баба. Не-не-не. То есть ты вроде бы и так высоко на втором этаже. Ну, это, конечно, очень полезная функция. Да? Ну, тебе бы в хозяйстве эта функция пригодилась бы? В хозяйстве пригодилась бы, да. Катя должна быть одновременно не очень высокая, потому что с пола, чтобы поднять. Ну, при этом, и если она поднимается, это вообще шикарно. Ну, да. Ну, даже в твоем положении, ну, со слабыми руками тоже бы пригодилась бы? Да? Ну, а что бы ты могла издавать? В верхние полки все, чтобы одной вещи уже было бы проще складывать, потому что максимум, например, где-то вот так. Ага. Ну, если на такой свет, то нам надо выше. Ну, давай, опустимся. Ну, она просто будет, это, немножко, это, медленно ездить. Куда-то надо нажать, да? Да. Нет, вот туда, вот сюда. Понятно. Даже вот в таком положении мы ездим. В кинотеатр удобно ходить, наверное. Ну, это ты подняла не на самый максимум, да? А, да, это немножечко она опустилась. Да, опустилась. Вот так точно очень необычное чувство. Как будто человек прямо ходящий. Да? На уровне всех ходячих. Такой непривычный, да? Непривычный вообще. Я привыкла видеть. Все, намного ниже. Бублик. Давай, дорожка. И еще здесь одна, Катя, есть опция. Сейчас мы ее тебе покажем. Давайте. И еще одна опция. Опять еще заметила. Попробую, опустили поднимение скорость про эту штучку, что очень удобно. Ну, хотя нет, удобно очень даже. Да. Необычно, непривычно. Ну, можно приноровиться и легко достаточно увеличить. Ну да. Так, и еще одна опция у нас. Вот эта вот. Как раз при высокой травме как раз тоже изменить центр тяжести очень удобно было бы. Можно? Не-не, она не упадет. Все, все. Вот, интересно, да? Тоже ощущения какие-то незнакомые, да? Очень необычные, но это полезно для попы отдохнуть после долгого дня. Если нет возможности лечь, то... Конечно, конечно. Еще бы подголовничек, да? Ну, там есть рама, в принципе, его приспособить можно. Подголовничек. Отдых такой есть. Ну, Кать, ну, спасибо тебе большое за помощь, то, что ты продемонстрировала. Вам спасибо, что дали прокатиться вот так вот. Ну вот. Ну вот, друзья, вы подписывайтесь. Поехали. Ешь вода, пей вода. Окрошечка, да? Ну, что, Кать, как ощущения? Я довольна. Да? Катюшке, лифт прям меня впечатлил просто. Катюша, тебе надо наливать крошечки? Хорошо. Сейчас я понесу себе. Ну, и это. А вот эта вот функция, которая откинут. откидываться тоже тоже она полезная подножки только механическим путем поднимаются это сам факт что можно полулежа уже отдохнуть расслабиться это поездка так вот Катюшка на дельте ездит и сейчас у нее такие столько эмоций первые такие вот на такой крутой коляске с лифтом никогда настолько не это непривычен этот высокий уровень я даже видел шторки повесить мы пойдем кушать окрошку